Я тут попытался вернуть свой 2007-й, но сентябрь так и не загорелся. Ну еще бы, с таким-то апрелем. Поэтому, дабы челочный антураж не пропадал просто так, BTS. Шутка. Это, наверное, самый надуманный повод для обзора. Вообще, если говорить серьезно, идея для данного ролика появилась довольно неожиданно. BTS уже упоминались на канале, но это все равно было что-то такое более поверхностное. Я знал, что в кей-попе настолько высокий уровень конкуренции, что даже Папа Карло почувствует себя прокрастинатором со стажем. Но мои познания в плане их творчества, как и полагаю, у большинства из вас, заканчивались лишь на каком-то элементарном уровне. Ну, вроде, пару песен слышал. Причем это были самые попсовые работы с чуть ли не миллиардами прослушиваний. И ты такой, да, прикольно, качественно, но как будто не хватает немного души. Слишком все какое-то пластиковое, с напускной жизнерадостностью. Однако, не без причастности моих дорогих зрителей, мне удалось открыть для себя этих ребят с совершенно иной стороны. С более интересной, живой и дерзкой. Оказывается, это не косметичка, а набор инструментов. Естественно, прям фанатам-фанатам видос вряд ли поведает о чем-то новом. Но если в вашем восприятии BTS это не больше, чем стереотипное сборище смазливых, самодовольных, беззаботных чувачков, поющих о радуге и цветочках, возможно, некоторые нюансы вас в этом разубедят. Со мной так и получилось. Не факт, что вы начнете слушать их на постоянке, но удивить вас они все равно попытаются. Приятного просмотра. Небольшая рекламка и погнали. Хоть в Питере до сих пор лежит снег, вера в потепление все равно нас не покидает. А это значит, сайт все майки. Ты мне хорошо послужила, но тебе пора в отпуск. Замена и станет приятнейший стильный худак оверсайз. Карманы есть, капюшон есть, а хлопок приятно обнимает. Плюс депешмот. Но знаете, больше чем сочетание белого с красным, мне нравится сочетание красного с черным. Крутейшая ветровка, вы их уже могли видеть у меня. Повторюсь, они и хлопковые худаки мои любимые вещи здесь. А если вам понравился только принт, то вы можете заказать и другие вещи с ним. Мужские, женские, аксессуары, вообще что угодно. Или выберите что-нибудь другое. Аниме, фильмы, музыка, игры и так далее. На крайний случай вы всегда можете воспользоваться конструктором и сделать что-нибудь свое. Сканируйте QR-код, кликайте по ссылке в описании, что вам удобнее. И используйте промокод на скидку в 10%. Он суммируется со всеми акциями на сайте. Думаю, стоит напомнить, насколько же все-таки в кей-попе жестокие правила игры. Да, для кого-то музыка — это искусство, способ самореализации, самовыражение и так далее. Из всех моих знакомых Джеймс был самый большой интроверт. Он очень мало говорил. Когда мы встречались, он просто говорил «Привет» и все. Потом сразу брал гитару и начинал что-нибудь играть. Но еще музыка — это огромный бизнес, где вращаются миллиарды и миллиарды. долларов. Рок-бизнес — это мафия очень серьезная, особенно в Америке. Вспомните, что практически все исполнители мирового уровня, да и не только мирового, какими бы талантливыми они ни были, сотрудничали и сотрудничают с лейблами и продюсерами. Металлика, Рамштайн, Нирвана, Кэти Перри, Кендрик Ламар. Кто-то дает наставление, кто-то буквально вмешивается в творческий процесс. Я в свое время натурально охренел, когда увидел, как Боб Рок, продюсер черного альбома, начал объяснять Джеймсу, что и как играть. То есть Папа Хэт, признанный автор, знаковый артист — это его песни, и ему все равно говорят, что и как играть? И это лишь одно из проявлений. Также ребята из продюсерского центра могут ставить какие-то рамки и условия. Не секрет, что, когда Курт работал над своим легендарным Невермайндом, его постоянно подгоняли и торопили. Sex Pistols или того же Мастейна пытались контролировать в плане поведения. Весь номер в дребезге, ему надо как-то эту ситуацию решать. Кошмар! И в кей-попе ситуация схожая, но с двумя небольшими различиями. Во-первых, уровень жесткости этого самого контроля. Многие ошибочно полагают, что кей-поперы — это хор мальчиков-зайчиков, где все танцуют под фонограмму, но на самом деле все гораздо сложнее. Во всех смыслах. Кей-поп — это полноценная культура, к которой готовятся буквально с детства. Там не то, что жесткая конкуренция, там чуть ли не «убей или будь убитым». Многие начинают свой путь еще в дошкольном возрасте, поэтому обвинения в том, что они просто открывают рот, абсурдны по определению. Нафига им брать в команду смазливого чувака, который не умеет петь, если они могут взять смазливого чувака, который умеет петь? Но и этого недостаточно. Как известно, их называют не просто звездами, а идолами. Следовательно, и спрос с них соответствующий. Ты должен, загибайте пальцы, быть симпатичным, уметь танцевать, уметь петь, уметь читать рэп, быть начитанным и способным грамотно разговаривать. Ладно, еще исполнение — это их основная задача. Но им даже приходится осваивать ораторские курсы, чтобы давать интервью и не сидеть не тупить перед журналистами, позоря себя, своих товарищей и свою страну. Да, у каждого свой путь к становлению, но лучшими становятся только самые трудолюбивые. Взять того же нашего любимого рэп-монстра. Чувак, еще будучи совсем малым, освоил английский язык, после чего увлекся поэзией, потребляя книги и на родном языке, и классику английской литературы. И прежде чем школьный учитель познакомил рэп-монстра с рэп-гадом, он одерживал победу за победой во всевозможных поэтических конкурсах, а затем выучил еще и японский язык. Его родители были против музыкальной карьеры, потому что результаты учебы оказались слишком впечатляющими. Он настолько хорошо сдал все экзамены, что вошел в 1% лучших по всей стране. Вот вам и кейпоперы. За пеленой гламура скрывается стремление. Там у каждого интересная история. Допустим, тот же Чимин, который помимо обычной школы освоил сначала на профессиональном уровне танцы, а потом поступил в школу искусств, или Шуга, с более классической историей, которому приходилось совмещать мечту с работой курьером. К этому мы еще вернемся. То есть, понимаете, эти ребята и так пришли в индустрию с нефиговыми достижениями, но им все равно приходится жить в сложнейшем ритме, поддерживая форму и постоянно осваивая что-то новое. И тот факт, что они пробились, уже говорит о том, что им пришлось пройти через ад, но они еще и успели закрепиться, да еще как. Насчет Запада. Не последнюю роль играет менталитет. Условный Мастейн мог пообещать, что завяжут, но потом у него все равно находили шприцы. И так по кругу. Я пришел к выводу, что Дэйв уже не жилец, и мне не хотелось быть рядом с ним в день его смерти. В кей-попе у тебя второго шанса, скорее всего, не будет. Не справляешься? Уходи. И по всем продюсерским центрам разлетится инфа о том, что с тобой работать нельзя. Все, финиш. О большой карьере можешь забыть. Посему сами музыканты относятся с огромной благодарностью к данному шансу, ибо конкуренция, повторюсь, слишком высокая. Оттого и обвинение в некой раболепности. Условия порой та еще кабала, но что поделать, таковы правила. Когда BBC делали фильм о кей-попе, они назвали условия труда буквально рабскими. Тем не менее, желающие все равно идут и идут, потому что у них так заведено. И теперь еще раз подумайте, нафига этим мультимиллиардерам, подмявшим под себя целую культуру, тратить время, силы и деньги на каких-то бездарей? Как минимум, этих ребят стоит уважать за то, что они реально пашут и проходят определенный сложный путь, а не просто «А можно меня на сцену по облату? У меня там бабушка тоже выступала раньше». Но не только за это. Как я сказал в самом начале, по-настоящему участники BTS начинают раскрываться, если копнуть чуть глубже, нежели судить по самым громким хитам. Для начала, вы только зацените, как они стелят. Это очень технично. И вживую звучит тоже на уровне. А как вам рифмовочка? Хотя, как вы знаете, не хуже меня, дети и девочки не особо ценят всякую технодрочь. Им это вообще не важно. Но при этом они все равно это делают для себя. Еще и хорошо танцуют. И поют. Но с этим мы уже и так разобрались, верно? А что насчет тем для песен? Моему удивлению не было предела, когда я узнал, что чуваки-то, оказывается, умеют в батл-рэп, они читают комментарии и, судя по всему, принимают их близко к сердцу. Обо всем по порядку. Если честно, мне показалось, что большинство песен у них как раз не о том, какое все вокруг белое и пушистое, а как раз наоборот. Тут столько рефлексии, шо офигеть. И в сольниках. И на совместочках. Люди говорят, что они нам завидуют, а ту боль, что есть у меня, считают лицемерием. Что бы я ни делал, я все равно попадаю в дурную ситуацию. То есть они своего рода заложники собственных образов и своего успеха, оставшиеся без права на сомнение и самокопание, потому что в ответ их всегда встретит непонимание по типу «Блин, а вам ли жаловаться, ёпта?» Хотя, несмотря на деньги и славу, они такие же люди. Социофобия, низкая самооценка, ненависть к самому себе, осознание того, что признание – штука опасная и с последствиями. Депрессия и алкогольная зависимость. Есть живая эмоция, есть личные переживания. Это больше не бездушные рассуждения пластиковой куклы. Происходит осмысление. Но при этом, что меня очень подкупает, они не просто ноют, а они один фиг пытаются оставаться на коне. Я не пришёл на всё готовое. Я тоже выступал на маленькое количество человек. Плюс травмы, полученные во времена, когда приходилось работать доставщиком. Какие-то ментальные проблемы, выгорание, но при этом, идите всем нахуй, и мы всё равно будем продолжать всем хейтерам на зло. И у них такого много. Я трахнул эти комментарии, но про тебя забыл. Сука. И это ещё с учётом языкового барьера. Я использовал больше ручек, чем у тебя фанатов. Про творческий поиск, обвинения в музыкальной проституции, спортивный дух. Чё, хочешь потягаться? Ну тащи свой ёбаный микрофон. Мол, ну никакого блата, чувак. Мы все начинали в одинаковых условиях. Буквально разрыв шаблона. Они даже наезжали на других исполнителей из-за отсутствия смысловой нагрузки и скудный вокабуляр. Меня очень порадовало, что ребята на деле оказались не просто полыми куклами, а прям полноценными творческими личностями, которые могут и позитива нагнать, и мрачника, и замотивировать, и послать нахуй. Ими был пройден определённый путь, и обесценивать они его никому не позволяют. Только вдумайтесь, народ считает их влияние даже больше, чем у президента. Министр обороны готов считаться с их концертным графиком. Они стали первыми, кому удалось разорвать злосчастную эру поколений кей-попа. Если вы не знали, то армия в Корее обязательно для всех, и когда актуальные звёзды уходят служить, на их место приходят новые ребята. И так было всегда, пока не началась эпоха BTS, превзойти успех которых не скоро получится. Но при этом, они не спрятались в раковину из собственного ЧСВ. Напротив, им по сей день хочется оставаться искренними, и немного уязвимыми. Как-то так. Ну а на сегодня всё. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok и дальше. Субтитры сделал DimaTorzok и дальше. Субтитры сделал DimaTorzok и дальше.